МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это мобильный репортер в студии Алсу Якупова. И в этом выпуске самые сочные обсуждаемые видеоролики из социальных сетей. Ниссан перевернулся на крышу при столкновении с Киев в Казани. Пострадала женщина. Пытаясь объехать перевернувшийся автомобиль к участникам ДТП на улице Декабристов, присоединился и маршрутный автобус. За рулем перевертыша находилась женщина. Судя по кадрам видеорегистратора соседней машины, автоледи проезжала на красный сигнал светофора. Говорил так? У водителя Киев в машине установлено газовое оборудование. Поэтому на место происшествия приехали представители газовой службы. Они перекрыли клапаны в избежание последствий аварии. С места ДТП женщину госпитализировали с травмой головы. В Нижнекамске на улице Табеева мальчик повстречал подозрительного мужчину, подъехавшего на автомобиле. Со слов школьника, неизвестный звал его, предлагал сесть в машину и покататься. Видимо, мальчик почувствовал неладное и решил убежать от неприятностей. Важно говорить с ребенком и объяснять, что ему нельзя общаться с незнакомцами и заходить с ними в подъезд или в лифт. Конечно, лучше не ходить одному по улице. Расскажите, что ребенок не должен слушать всех взрослых. Научите его звать на помощь и говорить «нет». Казанец решил перейти дорогу перед грузовиком и попал в больницу. Молодой человек пытался перебежать дорогу в неположенном месте, хотя в шаговой доступности был подземный переход. По словам водителя, парень был не трезв и шагнул чуть ли не под машину. Под колеса большегруза он не попал, но его задели крылом. После случившегося парень пожаловался на боли в руке и ноге. С места ДТП его увезли в больницу на скорой. В подробностях аварии будут разбираться сотрудники ГИБДД. Прохожий не смог пройти мимо разгрузки товаров. И пока водитель таскал коробки, мужчина унес с собой одну из них. Инцидент произошел в Казани на улице Волгоградская, 1. Уголовный закон признает преступлением кражу имущества, стоимость которого превышает 2500 рублей. Если кража простая, это грозит лишением свободы на срок до двух лет. Ну и напоследок замечательный сосед из набережных Челнов. Жильцы дома по улице Ешлег пожаловались в соцсетях на своего соседа. Вызываем полицию, они приезжают, поговорят с ним. И все, написали челненцы. После того, как видеоролик появился в интернете, мужчиной заинтересовались сотрудники прокуратуры. В отношении 47-летнего мужчины составили протокол за мелкое хулиганство. Суд арестовал его на 13 суток. На этом все. Это были самые популярные видеоролики с просторов интернета. До встречи на канале Татарстан-24. Татарстан-24.